Магнитогорский «Металлург» провел очередной матч в рамках домашней серии. Во встрече с Нижнекамским нефтехимиком подопечные Юзефа Яндыча не раз выходили вперед, но позволяли гостям сравнять счет. Однако третьего поражения подряд команда не допустила, дожжав соперника в овертайме. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Дебют встречи получился для магнитогорцев лихим. Уже на исходе второй минуты Павел Варфоломеев не сумел поразить ворота с убойной позиции, но буквально тут же сделал классную передачу от лицевого борта. Максим Матушкин отдал шайбу Алексею Береглазову, тот бросил издалека, а на пятачке великолепно подставил клюшку Михаил Булерш. Однако во второй половине периода хозяева полностью отдали инициативу сопернику, перерыву уступали по броскам 7-15. Если бы не мастерство Василия Кошечкина, нижнекамцы вполне могли сравнять счет и даже выйти вперед. Соперник в принципе активная команда, они активно играют, в принципе двумя давят. Поэтому надо просто сориентироваться и выходить в зону получше и прибавлять в принципе в игре. Со старта следующего периода прошло всего 18 секунд, когда преимущество Металлурга увеличилось. Великолепным броском отметился Виктор Антипин. Ассистировали ему Денис Расмуссен и Григорий Дронов, для которого это был первый полноценный матч после 8-месячной паузы. Но затем последовал провальный для хозяев отрезок и к исходу 24-й минуты счет стал равным. Сначала Эмиль Галимов реализовал большинство, а вскоре Ильдар Шексаддаров и Илья Аркалов здорово разобрались с парой магнитогорских защитников и восстановили равновесие. В этом отрезке Металлург также заметно уступил по броскам 9-19, однако сумел еще раз выйти вперед. Незадолго до перерыва хозяева более чем на минуту заперли соперника в его зоне и в концовке затяжной позиционной атаки Ник Шор мощным пасом буквально вложил шайбу в крюк-клюшки Михаила Булержа. И Чех очередным удачным подставлением оформил дубль. Но за считанные секунды до сирены все тот же Шор не сумел вывести шайбу из зоны защиты и Йонас Нятинин снова сравнял счет. Третий период оказался безголевым, а в дебюте овертайма Михаил Булерж своей активностью заставил соперника сфалить. Это было лишь второе большинство хозяев в матче и на его реализацию они потратили всего 15 секунд. Денис Расмуссен оформил ассистентский дубль, а Мэтт Элесон эффектным броском принес своей команде победу. 4-3. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.